МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфир национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии. Ольга Пыречкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы развития жилищного строительства и повышения доступности жилья находятся на особом контроле, сообщил министру Михаил Игнатьев. Сейчас в Чувашии реализуется 56 строительных проектов. Это позволит создать жилищный фонд в размере 7 миллионов квадратных метров. Что касается жилья и эконом-класса, то Республика ежегодно наращивает темпы строительства домов в этой категории. В ходе беседы обсудили вопросы обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и возможность предоставления льготных и потечных кредитов. Если сегодня банки кредитуют 14-15%, в дальнейшем по принятому решению, я говорю, на уровне правительства Российской Федерации, будет по 12% годовых. Вот это кредитование льготное для наших всех тех нуждающихся, которые участвуют по этому ипотечному кредитованию. Глава Чувашии доложил о выполнении в полном объеме всех обязательств по социальным программам. Полным ходом идет переселение из аварийного жилья. В 2017 году эта программа будет выполнена в полном объеме. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, Чувашская республика удерживает достаточные объемы строительства и водожилья, отметил Михаил Мень. Подробнее о встрече главы Чувашии и министра строительства России в ближайшем выпуске программы «Республика». Между тем, очередной рейтинг влияния губернаторов России опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций. Глава Чувашской республики в сравнении с январем 2016 года сохранил свои позиции. Михаил Игнатьев входит в группу губернаторов России со значением «Сильное влияние». Среди регионов ПФО это седьмая позиция. Первая же тройка лидеров рейтинга осталась неизменной. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Мениханов. Участники рабочей группы по празднованию 550-летия Чебоксара и столетия Чувашской автономии обсудили изменения в плане основных мероприятий по подготовке к юбилейным датам. Напомним, указом президента страны Владимира Путина оба праздника – столетия Чувашской автономии и 550-летие ее столицы – внесены в федеральный календарь памятных дат. Мы федеральными министерствами отрабатывали. В принципе, можно было сказать, мы с учетом наших выстроенных отношений неплохо двигались, но жизнь складывается непростая и в экономике, и в финансо-кредитной сфере. И наша задача с вами еще раз посмотреть по тем объектам, которые были у нас в плане мероприятий. И мы обязаны тоже скорректировать с учетом дефицита бюджетных средств. В новом плане по подготовке и празднованию юбилейных дат в предложенном Минкультуре Чуваши остались такие события, как Чебоксарский международный кинофестиваль, международный оперный фестиваль и другие. Кроме того, в него добавлены мероприятия международного и всероссийского масштаба. Всероссийский фестиваль народного творчества «Мосты дружбы» Крым и Чувашия, Всероссийский фестиваль детского самодеятельного творчества «Сердце России», Восьмой форум, публичных библиотек России, Библиокараван и другие. В плане остаются реставрационные работы на объектах культурного наследия, которые станут основными площадками празднования юбилейных дат. Кроме того, есть объекты, которые финансируются из федерального бюджета по другим программам. Хирургический корпус онкодиспансера, Московский мост, филармония. Все это в комплексе поможет изменить облик Чебоксары, улучшить городскую среду. Глава Чувашии заметил, все средства, выделяемые из федерального и республиканского бюджетов, должны быть использованы максимально эффективно. Заброшенные сельхозугодия необходимо вернуть в оборот в кратчайшие сроки. Такую задачу поставил перед правительством республики и администрациями районов глава Чувашии. Решить ее непросто, признаются чиновники. Пустующих земель в Чувашии много, а чтобы ввести их все в оборот, нужны немалые средства. И тем не менее, Михаил Игнатьев потребовал навести порядок на земле. Сначала надо понять, сколько в республике необработанных земель. Специалисты дают разные цифры. По данным администрации районов, пустуют около 40 тысяч гектаров. Профильное ведомство считает, что таких земель потенциально больше. И это огромный неиспользуемый ресурс. Исходя анализа наличия пашни, данные управления Росреестра по Чувашской республике, по севной площади данной Чувашстаты, и обрабатываемым землям потенциально можно отнести около 140 тысяч. И мы понимаем, что это один из главных ресурсов для увеличения объема производства в растеневодстве. Эту информацию министр сельского хозяйства привел на видеоконференции, в которой участвовали главы муниципалитетов. Главы обещают 2 тысячи, замы обещают в 4 раза меньше. Эти разговоры ведутся постоянно, отметил Михаил Игнатьев. И уже пора принимать меры. Михаил Игнатьев поручил Министерству сельского хозяйства до 20 марта утвердить перечень неиспользуемых земель. Пустующие пашни – это потенциал для развития сельского хозяйства. Скоро начнется весенняя посевная. В этом году будет затрачено порядка 1,8 млрд рублей. Из бюджетов различных уровней. Кроме того, сельхозтоваропроизводители республики в этом году получат поддержку из федерального бюджета на 10% больше, чем в 2015-м. По предварительным данным, эта сумма составит почти 2 млрд рублей. Республика очень нуждается в овощах закрытого грунта. В связи с этим строительство теплиц выходит на первый план. И здесь вполне можно задействовать необрабатываемые земли. Татьяна Молокова, Республика. Экономить в сложные времена можно и должно, но только не на детях. Ежемесячно представители столичной администрации и родительского сообщества устраивают проверки в школьных столовых. Сколько граммов в одной порции, вкусные ли котлеты и присутствуют ли в меню фрукты, узнали и наши корреспонденты. Учение сытому утеху, голодному помеха. Так говорили еще в давние времена. Поэтому школьному питанию особое внимание. В обед обязательно входят витаминные салаты, суп второй, сладкие фрукты или булки. Убедиться в том, что еда действительно качественная и вкусная, могут и родители. Мы приходим с родительским комитетом, иногда мы приходим поодиночке, на кухню, смотрим, как, что здесь. Берем порции, проверяем меню, смотрим по весу, смотрим, как ухаживают за нашими детьми и ведем дневник. Потом на родительских собраниях мы уже отчитываемся перед всеми родителями. Я весь год этим занимаюсь, пока никаких нареканий не было. Конечно, к подобным проверкам можно подготовиться, но родители устраивают и внеплановые визиты, да и дети едят в столовой каждый день, и изменения бы заметили. Расскажите, как вам еда в столовой? Вкусно. А сегодня еда отличается или как всегда вкусно? Всегда. Питание в школах должно оставаться вкусным и здоровым, независимо от экономических условий. Но из-за повышения цены на продукты выросла и цена комплексных обедов. Примерно на 15% в сумме около 9 рублей. Сегодня, если ребенок жалуется на питание, то, безусловно, реакция происходит более оперативно. То есть непосредственно уже не чиновники приходят с проверкой, а сами родители пробуют. И если действительно, скажем так, нарушение в нормах выхода, в качестве питания или пищи просто является невкусной, здесь уже от родителей исходят жалобы. Родители следили за питанием детей раньше, но с января этого года народные контроли устраивают проверки официально каждый месяц. Жалоб в администрацию города пока не поступало. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Следующее видео мы получили от мобильного репортера. Сегодня утром в Чебоксарах на улице Энгельса загорелся пассажирский автобус. ПАС 2004 года выпуска работал на 159 маршруте Чебоксара-Маргауш и принадлежал индивидуальному предпринимателю. Пожар возник по дороге к Чебоксарскому автовокзалу. Потушить огонь своими силами водитель не смог. На помощь прибыли сотрудники столичной пожарно-спасательной части номер 4. Начало огня произошло из двигательного отсека. Предполагаем, что причина неисправность. Хотя в 2015 году проходил техосмотр данный автобус. Замечания не было выявлено. И как мы знаем, с утра они ежедневно проходят осмотр перед этим рейсом. В результате пожара автобус был полностью уничтожен огнем. К счастью, в момент происшествия пассажиров в салоне не было. Никто не пострадал. По итогам 2015 года в Чувашии наблюдался рост пожаров с участием транспортных средств. Основных причин две. Нарушение требований при эксплуатации и неисправность. Пожарные предполагают и еще одну причину. Видимо, когда проходит осмотр, не все в полном объеме диагностируют данные автомобили. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. 10 марта отмечается День архивов России. Для Государственного архива электронной и кинодокументации Чуваши – это двойной праздник. Исполняется 20 лет с момента его создания. В свое время все документальные фильмы, киноальмонахи, хроникальные ленты хранились у предприятия Чувашкино. Оно же занималось закупкой и показом художественных фильмов в кинотеатрах Республики. В результате собралась огромная и уникальная коллекция. Так что решение создать на базе Чувашкино архив электронной и кинодокументации было не случайным. В феврале 1996 года был создан Центр электронной и кинодокументации, который явился отправной точкой для создания хранилища и архива аудиовизуального наследия, которым сейчас и является выросший Государственный архив электронной и кинодокументации. И сегодня мы решили собрать своих ветеранов, своих друзей, подрастающее поколение. Это ведь событие не только, ну скажем так, общереспубликанское. Дело в том, что этот архив был первым в России. И так получилось, что, проявив эту инициативу, мы дали целое направление для развития архивной отрасли в целом по России. Архивисты подготовили роскошный подарок для всей научной общественности. Большим спросом у историков будет пользоваться презентованное сегодня новейшее мультимедийное издание «Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашской Республики. 20 лет». На основе фондов республиканских электронных СМИ, библиотек и фотоархивов. Мультимедийное издание, которое состоит из трех разделов. Первый раздел – это история нашего архива за 20 лет. Второй раздел – это архив в лицах. В нем представлены фотопортреты наших сотрудников современных и тех, которые работали ранее, и 10 лет, и 15 лет назад в нашем архиве. Третий раздел – это современность архива, сегодняшний день, последние буквально фотографии, которые мы сделали сами для этого издания. И к нашему изданию есть еще и 4 приложения. Сегодня архив электронной и кинодокументации – это тысячи фотодокументов и километры кинопленки. Но вполне возможно, скоро все изменится. Около 200 ребят Чувашии изобразили, каким будет архив через многие десятилетия. Архив будущего. Под таким названием состоялся республиканский конкурс детских рисунков. Я нарисовал рисунок о том, какие архивы могут быть в будущем. Я нарисовал, что одна вот такая вот маленькая, ну как сказать, ну ее избеноситель может носить в себе, как сказать, то, что не может выдержать компьютер, память. Сегодня архивы хранилища есть во всех муниципалитетах республики. Государственный архивный фонд Чувашии – это бесценный документальный источник по истории нашей Родины, который не заменит никакой интернет. Родион Архипов, Сергей Рябчиков. Республика. Василий Чапаев, Иван Яковлев, Андриан Николаев. Эти имена известны всем, кто интересуется историей чувашского народа. Сотрудники культурно-выставочного центра «Радуга» подготовили просветительскую квест-выставку «Лица Чувашии». Фотографии и художественные портреты – как свидетельство той или иной эпохи. У каждой свои герои. Помнит ли их молодое поколение? Ответ на этот вопрос организаторы решили искать в необычном формате. На выставке можно увидеть целую плеяду замечательных ученых, просветителей, военных героев, лиц культуры, которые прославили нашу республику. И их имена вписаны не только в историю России, но и в мировую историю. Люди могут не только посмотреть на архивные фотографии, на уникальные портреты из гуманитарного института, но еще и проверить свои знания и узнать что-то новое, выполнить необычные примеры. Квест-выставка предполагает интерактивное общение с посетителями. Отгадать, кто изображен на холсте или снимке, непросто. Без знания истории здесь не обойтись. Ребята получают анкеты с заданиями. Задача – ответить максимально быстро и правильно на вопросы по истории республики. Эта экскурсия очень просветила нас. Мы очень много узнали о чувашском народе и о нашей культуре. Мы, получается, увеличили свои знания. Я считаю, что такие экскурсии действуют только на благо. Молодежь узнает о своем народе. Первый квест «Старые Чебоксары» по произведениям художников-акциновых был организован 4 года назад. Форма общения понравилась посетителям. И с тех пор такие выставки стали традицией. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика. Каменные животные и библейские мотивы. В художественном музее в Чебоксарах проходит выставка ульяновских художников Николая Антонова и Анатолия Кузьмина под названием «Родом из Византии». Работы Николая Антонова рассказывают о прошлом, настоящем и будущем. Как говорит сам автор, в своей выставке он представил образ родины-матери-приемницы Византии. Духовность, эмоциональность и глубокая философия. Свыше 50 полотен художника отличаются своеобразной цветовой палитрой и стилизацией под русскую иконопись. Зрители на этой выставке могут увидеть именно двухмерную живопись плоскостную, выстроенную по средневековым образцам, по золотому сечению. Меньшая к большему, как большая к общему. В руках скульптора твердые породы, симперцит, сингелит и гагат приобретают гибкость и пластичность, а резкие углы минералов преображаются в плавной линии. Анатолий Кузьмин много лет занимается резвой по дереву, а последние 7 лет увлекся работой с камнем. За это время в коллекции автора поселились медведи, хамелеоны, ежи и бегемоты. Все зависит от камня, от самого камня. То есть двух одинаковых камней в природе вообще не существует. Каждый камень как бы индивидуален. Сам за себя говорит, что он хочет в себе увидеть. Если бы получился там динозавр какой-то, в нем сразу видно в этом камне, скажем, динозавра. На выставке представлено свыше 20 скульптур. Среди них есть и абстрактные произведения. Увидеть экспозицию можно до 27 марта. Екатерина Куприна, Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра в эфире национального телевидения Чуваши в это же время. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова